Привет, с вами Лорк. Ну и многие просили, многие ждали прохождение, используя только грохострел. Ну и используя то, что даёт солнце. Ну вы просили, я и сделал. За это я только что и могу попросить, это поставить лайк. Самое короткое приветствие, давайте пойдём играть. Первый уровень, ну тут мне нечего говорить, он создан для этого челленджа. Подсолнух, ну использовать-то я его могу, но в первом этапе поляна так скучно, что давайте именно первый этап, ко всему этому пройдём ещё и без подсолнухов. Двойной такой челлендж получается. Второй уровень, игра прям просит поставить подсолнух, но увы нет, так неинтересно. И кстати, тут я решил ещё использовать прикол. В этом уровне игра даёт достаточно много времени, чтобы игрок додумался поставить подсолнух. И пока он думает, солнце с неба падает. И вот так можно достаточно много зафармить. Ну а я, как понимаете, прикинулся глупым, что такое подсолнух и как его поставить. И легко прошёл этот уровень. Вишня, ну уж извини, на грохострел ты не похожа, вот будешь выглядеть как-то так, пиши. Следующий уровень, тут такой прикол уже не работает, но ничего страшного. И так его легко пройти, даже зомби в конусе не помеха. Его легко и один грохострел разбирает. Орех, ну сори, и тебя мы не можем использовать. Уровень 1.4, ничего особенного, лопата. Дэйв, ну ты прикалываешься, я сейчас заплачу. Не хочу я их убирать, но придётся. Первая мини-игра, боулинг. Ну, тут грохострелов нет. Как видели, мы их только что сами убрали. Уровень 1.6, появился зомби с палкой. Теперь одного грохострела наряду нам не хватает. После прохождения с двумя слотами, я запомнил, что этого зомби так просто не выйдет убить. Добегая до конца, у него остаётся хп ровно на один выстрел. А вот и пополнение в наших рядах грохострелов. Ледяной грохострел. Он нам будет очень полезен. Особенно для бегунов самое то. Уровень 1.8, зомби с ведром. Ну, уничтожить его не так уж и сложно. Спасибо ледяному грохострелу за замедление. Двойной грохострел, а вот с ним проблем с зомби с ведром вообще не будет. Уровень 1.9, и появившийся двойной грохострел, у меня теперь резонанс, что лучше поставить. Это или это. Как я вспоминаю, раньше я вообще ледяного грохострела даже в счёт не брал, пользуясь логикой. У этого одна пулька, у этого две. Но что уж тут, мне тогда было лет 10. А вот сейчас, поняв, что в ледяном есть смысл, я даже не знаю, что бы выбрали вы. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Фух, но это было сложновато. Ну и мини-игра, прям созданная для этого челленджа. А вот и переход на ночные уровни. Согласитесь, так было намного интереснее первый этап проходить. Ну ладно, теперь я уже подсолнухи и солнечные грибы буду садить. Двойной челлендж на этом прекращается. И остаётся, как думаете, какой? Только горох или без подсолнухов? Правильно, конечно, только горох. Или для чего я такое название, по-вашему, писал. И хоть это и первый ночной уровень, он сложный. Но благо, удачный спаун и решение ставить подсолнухи в самом начале немного по-другому, дало возможность пройти этот уровень и получить то, что нам и нужно было. Уровень 2.2, и как я понимаю, каждый последующий уровень мне придётся реролить. Тут спаун зомби в самом начале ой как решает. Следующий уровень, вот и появился ходячий прикол с дверью. Эх, столько возможностей в ПВЗ, как его легко убить. Но это всё не для нас. Что ж, ещё больше надеемся на спаун. Если честно, не думал, что ночь настолько сложная будет. Боюсь представить, что будет в тумане. Ой, как же ж нам сейчас повезло. Он только сейчас пошёл. Если я поставлю двойной грохострел, он же с ним справится. Но это было на грани. Это прикол, почему именно там, где у меня нету газонокосилки, он пошёл под конец. Ещё и заморозка из-за двери на него не работает. Минус один, минус два. Но тут мы уже всё, проиграли. Ух ты мой хорошенький. Пожалуйста, опять солнца не хватает? Блин, ладно. Я сейчас поставлю гриб, чтобы его немного замедлить. И вот смотрите, нам сейчас два гриба одновременно дадут солнце. Прям читаю эту игру. Но и убить мы его успеваем. Найс. Уровень 2.4 от прошлого ничем практически не отличается. А хотя нет, он тоже легче. Прикольная мини-игра, в которой просто нужно спамить кликами. Седьмой слот. Ну, сейчас он мне не нужен. Но пускай будет на будущее. Блин, ну вот на ночных уровнях я его не хотел видеть до последнего. Что ж. Ещё раз удача и удача. Ого, ну хотя бы так. А, теперь даже так. Ого. Ну это уже какой-то ад. И у меня сейчас на монтаже такой вопрос сам у себя возник. Почему я этого зомби чисто проигнорил? Да и хотя нет, этот уровень не такой уж и сложный. В основном шли зомби с дюрьми. Но когда они начали идти, у нас уже было достаточно солнца, чтобы дать им отпор. А под конец, как говорится мне, повезло-повезло, футболист пошёл там, где есть газонокосилка. Уровень 2.8, можно так сказать, передохнуть. Диско зомби вообще проблем не составляет. Да и никто сильнее зомби в конусе не идёт. Уровень 2.9, и на удивление в нём нету зомби-футболиста. Хотя в таких уровнях прут все, кто могут. Но нам так даже лучше. Ну и тут я ничего не поделаю, грохострелов тут нет. Кувшинка. Вот мы и перешли на локацию бассейн. Ну и надеюсь, что вы не против кувшинки и в дальнейшем горшке мы тоже можем использовать. Как же красиво в этой игре выглядит, когда всё симметрично. Ключи от тачки. И здесь мы можем купить то, что нам реально пригодится. Блин, так-то нам всё здесь нужно. Что ж, будем копить. Очередная мини-игра. Ой, это будет сложно. Вот скажите, как законтрить такую толпу футболистов? Они сметают всё на своём пути. Ммм, ещё лучше. Началась первая волна, а это всё, что мне дала игра. Но, как говорится, бог любит тройцу, на третий раз нами повезло со спауном крахострелов. Уровень 3.6, появился зомботани. Ну вот, пожалуйста, не говори, что ты задаешь крахострел. Блин, всё-таки забрал с собой. Уровень 3.7, ничего особенного в нём нет, но он нам дал пень. А так как он напрямую связан с крахострелами, они как лучшие друзья, то его мы тоже можем использовать. И вот только попробуйте поспорить с этим. А вот и дельфинчики, но никаких проблем с ними нет. Так, с... А что у нас там по монеткам? О, как раз на что-то хватает. Но седьмой слот точно нет, мы пока и 7 задействовать не можем. Подсолнух. Ну, в нём тоже особо нужды нет. Да и было бы странным в челлендже только крахострел и его покупать раньше, чем крахомёт. Поэтому мы его и возьмём. Знаменательный момент. Посадка первого крахомёта. Ну что сказать, это имба. А тем более с пеньком. Уровень 3.7, и как же хорошо, что тут даёт тройной крахострел. А ещё и пенёк. Проблем? Уровень вообще не составил. Вам, кстати, тоже огненный корох похож на какие-то печеньки. Ну и как бы мне этого не хотелось, переход на локацию Туман. Уровень 4.1, и это уже очень и очень сложно. Правда, во второй попытке я уже попробовал почти с самого начала ставить грибы на кувшинки. Хоть по развитию это невыгодно, но... А что уж тут сделать. Хотя бы так у меня вышло его пройти. Круто. Второй уровень на этом этапе, и уже футболист. Причём, если не всматриваться, его можно тут и не заметить. Для чего скрывается? Это мы так-то должны от него прятаться. И вот тут я сам в шоке. Со спауном вначале мне очень и очень повезло. Зомби спаунились там, где не стояли грибы. Хоть мы так и потеряли три казуна-косилки, но это дало возможность достаточно быстро развиться, и даже смочь дать отпор футболисту. Кстати, раз зомби от ледяного грахострела замедляются, потому что, видимо, холодно, то ночью в воде тоже холодно. Почему бы не сделать ту же механику и с ней? Уровень 4.3, полетел. Полетел. Но лети, сделать я тебе ничего не могу. Сейчас это рандом максимального уровня. Помимо спауна летунов на рядах, там где есть казуна-косилка, нужно ещё и надеяться на нормальный спаун в самом начале, что пойдут два зомби на одном ряду. И так мы сможем потерять только одну казуна-косилку, а не три, как в прошлом уровне. Это уж очень сложно, но спустя попыток эдак 10, всё сложилось так, как нам и нужно было. Дельфины, так ещё и летуны, это полное издевательство. Делал всё по тактике, как в прошлом уровне, но вообще не выходило. То летунов может заспауниться на этом уровне 5, а может и 11. Как это работает, я вообще не имею понятия. Лучшие попытки было только вот это, заруинил всё последний летун. Вот нельзя же было полететь чуть ниже. Хотя, можно сделать вот так. Ну хоть и понятно, что пройти этот уровень возможно, но шанс этому где-то 1%, а может и меньше. Идеальный спаун в начале, а потом, чтобы ещё вот они летели там, где нужно, это, конечно, нужно иметь удачу. У меня же этот 1% не выпадал. Я уже устал сидеть на этом уровне, поэтому прибегнул к Витрадую. И прям налёт какой-то был, когда я его взял, аж 5 раз приходилось его использовать. Да, вот настолько рандомный спаун. Наконец-то, новый уровень. Вазобой. И, кстати, хочу кое-что проверить. Вот, покупая грабли, они даются на 3 попытки. Одна попытка, 1 уровень. Ну, если не учитывать террирову, тогда меньше. А в этом Вазобое 3 этапа, но это 1 уровень. Интересно, что будет. Ну и благо, гороха в этой мини-игре предостаточно. Да и на крынях есть газонокосилки. Как я и думал, на втором этапе есть грабли. А ещё зомби-футболист. Ну, даже пытаться противостоять ему не буду. Газонокосилка в помощь. И на третьем этапе тоже есть грабли. Ну и раз газонокосилки у нас почти все есть, думаю, можно сделать вот так. О, пополнение у нас в рядах. Что-то про этот горохострел я совсем забыл. Ну и грабли у нас пропали? А, да. Значит, вот как. Быстрее будет сказать, что они просто дают нам 3 грабли. Окей. Уровень 4,6 шахтёр. Но какой-то угрозы он нам не представляет. Уровень 4,8 появился при гон. Но вот он с ним прекрасно справляется. Да и всегда можно ставить сзади него вот его. Уровень 4,9 снова он. Проблема та же, что и в уровне 4,4. Всё очень сложно со спауном. И за 3 часа вот самая лучшая попытка. Летунов практически не спаунилась, но под конец нужно же всё испортить. Но опять же, это возможно. Полетел бы он на один из этих двух рядов. Но и больше мне так не везло, пришлось прибегнуть снова к ветродую. Последний уровень в тумане. И хоть тут и выпадает раздвянный крох, но уж очень редко. Как видите, под конец уровня я поставил всего 3 штуки. Вот и крыша. Для меня это самый интересный этап в данном прохождении. Первый уровень и сразу плюс достижения. Ещё, кстати, нужно купить хлам на колёсиках. По-другому это назвать не могу. И воу, воу. Второй уровень уже реально сложный. Зомби прям запушили два ряда. Уровень 5,3. Тут хоть такого десанта не было, как в прошлом уровне. Но появился зомби с лестницей. И он довольно сильный. Хорошо, что хоть лестницу ему некуда ставить. Уровень 5,4. И вот с этими двумя будут проблемы. Я реально не знаю, что делать. Почему футболисты настолько сильные? Но со второй попытки у меня вышло этих футболистов уничтожить. Нужно было просто больше пеньков ставить. Хоть их и успевали съедать, но хоть так. Мини-игра, но и он на горохострел не похож. Уровень 5,6. Появилась капульту тачка. И с ней проблем вообще нет. Горрохострелы её сносят за считанные секунды. Уровень 5,8. Гаргентюа. Для него я сразу бронировал газонокосилку. Хоть и иногда у меня выходило его убить и так. Предпоследний уровень. Хоть зомби и снесли почти все растения. Но у меня удалось пройти его с первого раза. И вот всеми нами любимый босс. В котором зачастую нету того, что у нас есть в челлендже. Горрохострелов, как понимаете, здесь нет. Поэтому прошёл его по старинке. И время ответить на вопрос. Возможно ли пройти растения против зомби, используя только горохострелы. Но и вот тут я даже не знаю. Уровни 4,4 и 4,9. Пройти можно, если есть огромная удача. Но мини-игры. Около 4 мини-игры, где нету горохострелов. И самое главное. Финальная битва всё руинит. Так что я больше склоняюсь к ответу нет. Хоть в этих уровнях от меня ничего и не зависело. Игра сама давала нам растения. Ну и не знаю как вам, мне понравилось проходить этот челлендж. Надеюсь вам также понравилось смотреть этот ролик. И вы поставите лайк. Ну и всем пока.